Сегодня коллегия Мининформполитики подвела итоги работы Министерства средств массовой информации и IT-сферы за 2013 год. В начале коллегии наградили журналистов и работников отрасли, чьи успехи были наиболее заметны. По словам министра информполитики, работа наших журналистов высоко оценена на региональном и федеральном уровнях. 10 изданий получили знак «Золотой фонд прессы», 12 – благодарность за проведение эстафеты Олимпийского огня и участие в отраслевых конкурсах министерств. Одно из достижений, которое в век информационных технологий удалось приумножить – повышение тиражей изданий. Например, в «Аллатарской рай-газете» уже в первом полугодии 2014-го тираж увеличился почти на 500 экземпляров. Теперь новая цель. Коллектив старается работать над качеством газеты и подачей материалов актуальных, злободневных. Значит, в плане увеличения количества подписчиков и подачи материалов в качественном характере. Одна из главных задач местной прессы не только отмечает достижения, но и обозначает проблемы. Любой сложный вопрос легче решить всем миром. Однако в последнее время наметилась тенденция – читатель стал менее активным. Смешает, что у нас пишущих еще мало, учащихся мало. Конечно, у нас есть учителя чувашьего языка, другие педагоги. Они участвуют, они к нам приходят, хорошие материалы дают. Но мы это считаем все равно мало. Одним из важнейших достижений прошлого года стал запуск новой радиостанции национальной телерадиокомпании «Таван Радио». Главная задача сегодня – сделать радио популярным и востребованным. Проведена оптимизация сети учреждений средств массовой информации. На базе издательского дома «Хабар» создан медиахолдинг, в состав которого вошли 16 чувашскоязычных республиканских газет и журналов. В конце декабря издательский полиграфический комплекс «Чуваши», который был государственным иммунитарным предприятием, реорганизован в открытое акционерное общество. По данным исследования, которое провел гуманитарный институт, впервые печатную прессу потеснил интернет. Он наряду с телевидением стал одним из источников информации для жителей Чуваши. На территории Чувашской республики расположено 1720 населенных пунктов, в том числе 573 населенных пункта, численностью населения от 250 человек и выше. Территория Чуваши закольцована оптоволоконными каналами связи и полностью покрыта сетями мобильного интернета. Доступ в интернет позволяет всем жителям Чуваши не только вовремя узнавать последние известия, но и получать услуги в электронном виде. На едином портале госуслуг сейчас зарегистрированы больше 42 тысяч человек. Это третье место в ПФО. Среди главных задач ведомства создание геоинформационного портала, который является основой для формирования и развития инфраструктуры пространственных данных Чуваши, а также сети постоянно действующих референсных станций. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Евгений Анисимов, Республика.